Всем привет! Сегодня 25 апреля, Московская область. Я нахожусь в стеклянной теплице. Здесь я выращиваю высокорослые томаты. Здесь же пока находится большая часть рассады. Хочу вам показать вкратце, как она выглядит на сегодняшний день. Это второй посев цветной капусты. Второй оборот. Хорошо зашла, 100%. Также отлично зашли низкорослые бархатцы. Здесь в этой поушке пустой. Я сеяла позднеспелую капусту килотон. Семена были свежие, но ни одно семя не взошло почему-то. Несколько сортов аквилегии. Тоже хорошо выглядит. Замечательно стала выглядеть рассада гвоздики. Смесь. Я так поняла, что это растение холодостойкое и нужно выращивать в холоде. Потому что дома она чахла, была никакая. Смотрите, как она преобразилась. Очень хорошо стала выглядеть. Баклажаны. Прекрасно выглядят. Распушились. Хорошая рассада. Это гибрид Валентина. Выращиваю два года уже. Перцы. Тоже неплохо выглядят. Томаты. Рассада нарастает очень-очень медленно. Всю эту рассаду я выносила 10 апреля. У нас были даже заморозки. Поэтому я играюсь. Закрываю, раскрываю. Ну а что делать? И поэтому она не сильно наросла. Но в принципе хорошо. До высадки они еще подрастут. И рассада будет не переросшая хорошего качества. Вот 10 апреля я всю эту рассаду полила всего лишь один раз. Потому что у нас дожди, паспурно. И земля практически не просыхала. Вот через пару дней я полью ее второй раз. Вот начала подсыхать. Сегодня солнечный день. Но к вечеру опять передают дожди. И ближайшее будет похолодание несколько дней. Ну, неплохо. Неплохо все смотрится. Выглядит. Так дальше сейчас покажу. Это Астра. Тоже смесь. Хорошо она выглядит. Это кочки овсяницы. Плоховато нарастает. Но из-за холода ничего не сделаешь. И сегодня я хочу высадить острые перцы в мягкие контейнеры. Это низкорослый сорт. Выращиваю уже много лет. Название, к сожалению, не помню. Это новинка этого года. Сорт называется Вспышка. Тоже низкорослый. Еще меньше, чем мой. Высаживать буду в мягкие черные контейнеры. Они, по-моему, по 16 литров. Уже так делаю несколько лет. И мне это нравится. Вот три контейнера. Будет высажено шесть растений. Почвосмесь я для мягких контейнеров готовлю обязательно. Потому что сюда просто огородная земля не подойдет. Я беру перепревший конский навоз. Это двухлетний навоз. Пролежал уже у меня две зимы. Затем беру компост созревший. Такой тоже хороший. Приготовила с прошлой зимы. Специально для контейнеров. И также я еще беру листовой опад березовый. Он тоже уже полуперепревший. Такая листовая земля. Все это смешиваю. Пропорции я беру на глаз. Ну, конечно, большая часть у меня это идет компост. Чуть поменьше это, конечно, конский навоз. И уже самая малая часть это вот этот перепревший листовой березовый опад. Все это перемешиваю. Забиваю контейнер. Но контейнер, смотрите, я забиваю неполный. Я не оставляю свободное место. Это для того, чтобы мульчировать. Также подсыпать биогумус как подкормку. Потому что минералкой я не пользуюсь. Но здесь нужно еще, знаете, не переусердствовать. Для рыхлости можно еще добавляю. Я иногда это торф без минеральных удобрений. У меня агробалт, оранжевая упаковка. Но не перестараться с легкостью земли. Потому что контейнеры будут очень быстро у вас пересыхать. Земля должна быть по плотности как средняя. Но на глаз. Сами почувствуйте руками, какая у вас земля. Главное, чтобы не слишком легкая. Ни один торф у вас был. Замучитесь поливать. Ну и тем более питание должно быть в этих контейнерах хорошее. Замкнутое пространство, сами понимаете. Здесь я уже набиваю контейнеры. Это для томатов. Они 35-литровые, по-моему, насколько я помню. Тоже подготавливаю. Заранее, за несколько дней минимум. Эти контейнеры я уже сегодня приготовила для перца. А здесь набиваю. Еще, наверное, набью два контейнера. Буду высаживать томаты. Такие томаты среднерослые. И, конечно же, потом проливаю раствором фитоспорина. Тоже на глаз беру из маточного раствора. Приготовляю. Готовлю. Значит, просто на глаз наливаю в лейку и проливаю. За несколько дней. Нужно заранее готовить, чтобы фитоспорин поработал. В теплице тепло. Здесь нет минуса. Поэтому фитоспорин хорошо будет работать. Ну и все. Теперь я сейчас буду высаживать перцы в эти контейнеры. И уже когда потеплеет, я могу уже контейнеры эти выносить. И очень удобно. Есть ручки. Можно переставлять их, куда вам удобно. Где у вас побольше солнца. Или чтобы не горели, в тень поставить. В общем, великая вещь. Этим контейнерам уже года 3 или 4. И они, видите, в прекрасном состоянии. Они пропускают воду. То есть здесь вы польете. Не будет такого, что у вас здесь будет застой воды. Вот здесь между нитями есть как микротрещинки, что ли. Дырочки. И вода здесь просачивается. Поэтому не бойтесь. Там дренажных отверстий нету над ней. Они не нужны. Потому что воду этот контейнер пропускает. Но полив не ежедневный. Поливаю я эти контейнеры. Все зависит, какую почву смесь приготовить. Более легкая, значит, более чаще будете поливать. Потяжелее чуть-чуть земля будет. Пореже будете. Ну, смотреть. Отодвигать мульчу и смотреть влажность. В качестве мульчу я использую солому. Она, конечно, не дает никакого питания. Это чисто так, чтобы закрыть голую землю. Чтобы поменьше спарилась влага. Также можно поднять эту мульчу, солому. Подложить подвяленную скошенную траву. Подсыпать биогумус, подкормить. Опять засыпать солому, заложить. И все. И все прекрасно растет. Проверено. Ну, как высаживается рассада. Здесь все легко. Как и в открытый грунт. Высаживаю по два. Потому что этого объема уже проверено. Хватает. Корневая хорошая. Так как перцы низкорослые, маленькие. Поэтому этого будет достаточно. Землю я не буду проливать. Потому что я ее проливала дня два назад фитоспорином. Она очень влажная. И чуть-чуть загубив, по первой листочке я высаживаю перцы. Ну, на небольшом, конечно, расстоянии, не кучкой. Мульчой я сейчас закрывать не буду соломой. Потому что прохладно еще. Пускай почва греется в теплице. А когда уже буду выносить на улицу, будет стабильная, теплая погода. Тогда и накрою. Вот так это выглядит. Я думаю, видно. По два растина. Вот вспышка перец. Он очень-очень маленький. Сами перчинки тоже будут маленькие. Такой красавчик. В контейнерах замечательно все растет. Вот у кого мало места или нет грядок, это выход из положения. Потому что острые перцы в теплицу не посадите со сладкими, понятное дело. А вот в контейнерах, куда надо, перенесли, если вам что-то мешает. Трава здесь не растет. Урожай больше, чем в открытом грунте, я вам хочу сказать. Он созревает полностью. Я зеленый перец, как и, собственно говоря, сладкий. Я не срываю. А созревает он здесь очень быстро. Вот шесть перчин хватает на три семьи. И на закрутке, и просто высушить, и угостить вам этого хватит. Все очень быстро, легко. Довольно-таки красиво смотрится в огороде. И помидоры также я высаживаю в открытый грунт, только в мягкие контейнеры. Я на грядку помидоры не сажаю томаты, потому что у меня грядок определенное количество. Количество они уже заняты под другими культурами. Расширять я грядки не хочу. Вот так это все выглядит. Так, меня отвлекли. На чем я закончила. Смотрите, если у вас мало места на участке, или нет разработанных грядок, или вы выращиваете небольшое количество растений в открытом грунте, для вас прекрасно подойдет контейнерное выращивание культур. Смотрите, можно использовать или вот такие мягкие контейнеры, как я это делаю, или использовать, вот я принесла старое ведро, делаете дренажное отверстие, и таким же образом высаживаете растения. Я ведро уже не использую, мне больше нравятся контейнеры. Они, мне кажется, более красиво смотрятся на участке, чем ведра. Но здесь у кого что есть, то и используете. Теперь я продолжу набивать эти контейнеры 35-литровые. Это уже для томатов. И через несколько дней пролью фитоспорином, и через несколько дней уже буду высаживать вот эти томаты. Они у меня для открытого грунта. Вот смотрите, сегодня солнышко, и сразу грунт подсох. Вот я буду по одному в каждый контейнер вот сюда высаживать. Также буду мульчировать по такой же схеме, как и перец. Так, у меня на сегодня все. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Продолжение следует...